Здравствуйте! Я ученица 10-го класса школы номер 1 «Палёная Валерия». Я исследовала героический жизненный путь выдающегося россиянина Василия Степановича Забойко. Забойко Василий Степанович — это видный деятель российского флота, адмирал, первый губернатор Камчатки. Вся его жизнь — подвиг воене величия России. В 1849 году Забойко был назначен камчатским военным губернатором и командиром метропавловского порта. Именно во время губернаторства Забойко проявил свои лучшие качества, как бесстрашный воин, мудрый стрете и организатор. В 1853 году началась знаменитая Крымская война. В России пришлось вести трудную битву против объединенных сил Англии, Франции, Турции и Сарзиньи. Основной театрой военных действий стало Черное море. Но жесточенные бои велись и на Балтике, и на Белом море, и на нашем Тихом Накляне. 17 августа 1854 года англо-французская эскадра под командованием британского фонтра-адмирала Крайса подошла к Петропавловску. И на следующий день корабли бросили ядрой по Банчинской бухте. Союзники надеялись одержать довольно легкую победу и отторгнуть от России богатый прорусловый район. Силы были явно неравными, но под командованием Завойко русским воинам так удалось организовать оборону, что союзники были сначала остановлены, а затем отброшены. Русские захватили знамя морской пехоты разгромленного противника. Победа была очевидной. Потеряв 450 человек, армада рессировалась. Две величайшие державы земного шара были осилены и разбиты небольшим русским поселением. Сетовал обозреватель английского журнала в 1855 году. 27 ноября 1854 года за этот подъем Завойко был переаттестован в хонтр-адмиралов, был достоин ордена Святого Георгия Третьей степени и Святого Станислава Первой степени. Но, однако, боевые действия на Тихом океане продолжались. Обозренной неудачей британский контр-адмирал Крайс жаждал реванша и настойчиво искал встречи с русским флотом. В начале 1855 года было решено перенести военный порт из Петропавловска в густье реки Амур. Контр-адмирал Завойко во главе эскадры с погруженными транспортом имуществом в одной зоне и жителями Петропавловского опорта вышел в море. Перед этим город был уничтожен русскими, чтобы не достался врагу. Завойко, зная благодаря открытию Неверского, что Соколин остров, а не полуостров, и что татарский прилив вовсе не залив, как считали англичанин и ферсузы, в ночь 9-го и 10-е мая приема шеперобьевыми неприятельской эскадрой в густье реки Амур. Выше по течению находился русский пограничный пост Николаевск, основанный Неверским. Два с половиной месяца на левом берегу Амура под руководством Завойко был основан новый город-порт Николаевск. Итоги военной кампании на Тихом океане предоставлены в слайде. Это была единственная победа России в Крымской войне. О защитниках Петропавловска узнал весь мир. Английская и французская пресса развернула кампанию травм, дарили до прайса, обвинив его в трусости и некомпетентности. Не выдержав позора, британский контр-адмирал прайс застрелился, приняв судьбу на военную неудачу для себя. Так закончилось предрасстояние двух адмиралов. Одному вечная слава, другому бесславный помест. Родина достойно оценила заслуги своего героя. Не забыла она и рядовых войн. Примечательная роль Забойко и судьбе Владивостока. Василий Степанович помог губернатору Восточной Сибири решить актуальные задачи по поиску удобной гавани, которая могла бы стать главным портом России на Тихом океане. В 1859 году он предложил устроить морской порт в Южной гавани, в посвете Илью Владимирову. Конкретно Забойко не указал на бухту Золотой Рог. Однако принято считать, что именно с подачи Забойко была обнаружена эта Южная гавань, и Владивосток стал главным портом России на Тихом океане. А посему Забойко образно и называют «престным отцом города Нашинского». Имя Василия Степановича обраковечено названием следующих объектов, которые продемонстрированы на слайде. В память об адмирале Забойко была названа и посыльная яхта, известная сегодня как корабль друзей «Красные публики». На невосточных морях работает рыболовный траг, адмирал Забойко. Вечная слава герою России Василию Степановичу Забойко. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ